здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня полив на балконе но здесь у меня в основном пеларгонии которые я сохраняю зимой для дачи вот перебираю смотрю сейчас даже наверное буду некоторые и формировать потому что видите идут некоторые в один ствол даже умудряются вот зацвести вот поливать уже пора вот у меня лейка здесь навела я универсальное удобрение поливая сейчас не очень часто может быть раз в 10 дней вот здесь на балконе не жарко и не холодно они принципе не это так сильно не просыхают и понемногу сильно я не заливаю потому что сейчас тоже то черная ножка чуть-чуть зальешь начинается черная ножка особо стараюсь не заливать да и смотрю еще не обязательно чтобы поливом занимаюсь смотрю где-то сухие листочки убираю вот эти листочки сухие здесь внизу образуется подсыхают короче говоря ну формирую вот беру такие ножнички я их обработала естественно вот вот буквально верхушечку раз вот так вот обрезала и потом с где-то да и проснется с каких-то пазух здесь тоже ну здесь можно немножко совсем вот ли так через камеру неудобно не видно мне здесь она раздвоена в принципе эту можно пока не трогать вот в один ствол идет вот видите здесь можно уже ее обрезать вот так вот прям нормально вот эту верхушку кстати можно на укоренение поставить ну здесь да здесь много которые есть здесь тоже сухие листочки видите так вот просматриваю так раз в неделю раз в 10 дней тоже обрежу вот такие верхушечки можно укоренить здесь тоже в принципе можно формировать так вот тоже видите в один ствол отличные получается можно укоренить вот там тоже видите в одну палку тоже хороший черенок так вот здесь вот у меня есть которые посажены по два черенка чисто для экономии место так листочки зеленые зеленые говорю сухие и поливаем подсохла они сидят у меня в торфе поэтому я добавляю каждый раз удобрения вот вот хороший кустик понемногу польем так ну здесь они вроде бы нормально это формировку не нужно будет делать так есть вот у нас здесь тоже видите они верхушки пушистые вроде бы пошли не будем трогать так вот так вот просматриваю я их где что нужно будет вот здесь можно прищипнуть даже здесь просто не не обрезать а вот чисто прищипочка она пойдет разветвляться ну здесь вот уже видите какой стволик так 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 вот видите какой стволик его можно через камеру не очень удобно вот 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 так вот такой черенок хороший пойдет так ну это что касается пеларгонии вот здесь у меня тоже много их это у меня душистая пеларгония видите листочками такими варигатные вот это у меня одна такая варигатная тоже ее тоже можно уже видите подрезать и укоренить так вот здесь я еще хотела полить здесь у меня гейхеры две гейхеры вот я их сажаю я их семенами вырастила вот они красотки уже весной высажу так вот это у меня укоренились четыре стаканчика черенковала это у меня японская спирея вот я ее уже вывела из теплички теперь ее надо немного полить ее тоже буду формировать сейчас немножко она у меня пойдет в рост вот видите у нее какие длинные пошли вот так я тоже по обрезаю чтобы она более-менее опустилась здесь у меня хризантема это варигатная у меня гортензия вроде бы так понемногу все растет здесь у меня укореняются черенки ампельной пеларгонии плющелистной здесь я опять обрезала вот колиусы укореняются так ну вот такую работу я делаю проделываю на балконе в основном вот как видите с пеларгониями ну вот дорогие друзья вот столько у меня череночка по выбирала я подготовила для посадки много не стала брать слишком маленькие тоже не буду заморачиваться я с ними не так пеларгу не много думаю что хватит мне на дачу вот эти посажу жалко выбрасывать как всегда нам цветочникам все жалко выбрасывать вот посажу ой сейчас вот обрывала и листочки прямо балдела от запаха обожаю запах пеларгонии ну вот так вот люблю я этот запах так ну вот это все сделала я вот все расставила поставила все замечательно полила перебрала вот вот здесь у меня две теплички остались думаю уже надо давно в них заглянуть потому что вдруг они иногда бывает что пересыхают здесь у меня хризантемы укореняются вот видите уже пересохли они немножко надо их поливать так вот корни посмотрите есть корни уже думаю их надо выводить здесь то принципе чего водить открывать просто иногда так ну вот здесь я здесь я что-то особо не вижу так вот до корни вот здесь вот есть вот видите посмотрите да вот вот здесь вот они бывает что вниз уходят корни полью немножко прям по чуть-чуть пересохли они до эти теплички они не плотно прилегают у них есть дырочки по бокам отверстие и вот поэтому пересыхает заглядывая здесь как бы редко в эти теплички здесь вот видите да здесь пересохла немного пока так вроде чё-то теплится жизнь ладно постоят посмотрим вот такие у меня здесь теплички вот эти хризантемы я уже буду их открывать понемногу вот такие дела у меня здесь ну все так вроде бы вот единственное еще хочу свою свою свой циперуса полить он тоже уже видите здесь у меня хамедорея подсажена вот и плектрантус черенок засунула я да и растет принялся вот так вот тоже польем красавчика прям люблю я его он у меня из семян я вырастила здесь по-моему два растения ну да два растения два семечки вот он здесь то конечно уже не поймешь сколько растений здесь он видите сколько повылазило листьев так что пушисто красиво видите здесь прям он у меня встал прям классно на балконе ну вот все друзья такая работа у меня сегодня на балконе проделана вот заходите в гости комментируйте ставьте лайки всего хорошего вам до свидания да дорогие друзья я вам не показала как я укореняю черенки пиларгонии так ну вот я в стаканчике набрала торф с разрыхлителями полежали у меня черенки часа два вот и теперь вот так вот даже по 23 в один стаканчик они небольшие череночки так что для экономии места вот вот так вот можно чуть-чуть прижать так так вот стаканчик вот так вот я укореняю черенки пиларгонии все дорогие друзья всего хорошего